Всем привет! Сегодня вяжем на холстовую мушку Чехнимф. Это нимф ларвы ручейника, так называемый свободно живущий ручейник. Иногда его называют еще бомжиком. Берем крючок 8-16 номер для нимфов. Можно с бородками, без бородок, кому как нравится. Нитка 10-0-12-0, в данном случае черную можно взять. Промотав по всему крючку, старайтесь без больших длинных пропусков это делать, чтобы мушка не проворачивалась. Возьмем огрузочную проволоку толщиной 0,5 примерно миллиметра и где-то посередине, ее сверху привяжем. Это делается для объема вертикального. То есть, если намотаем, она будет достаточно толстая и не очень похожа на натуральную. Делаем конуса, переходы, которые будут переходить нам на проволоку, небольшие. Далее можем, нам необходима леска, лимон и нить, достаточно 0,1 миллиметра, крепим сбоку и мотаем самый низ. Оставляем еще местечко сзади. Теперь берем пленку, ну тут уже такую эластичную, скажем так, пленку. Мне нравится прозрачная, они повторяют цвет. Ну, кто какие любит. На самом деле и куча цветов есть, поэтому берите, какая нравится. Далее проматываем ее в самый-самый низ до того момента, когда пленка начнет ложится уже на крючок. Дальше берем кроличий даббинг, обматываем вокруг нити небольшое количество. Для начинающих, напомню, опять же, каждый раз об этом говорю, взяли даббинг, поделите пополам, а то и еще раз пополам. Намотали на нить и аккуратненько оборот к обороту, вот так вот лучше поставить крючок, чтобы было лучше вам видно. И оборотик к оборотику мы накладываем как раз наш даббинг. Не забывайте подкручивать каждый раз, чтобы даббинг не выбивался. Можно применять ваксу, но лучше применять достаточно сухую ваксу. Если быть сильно мокрую ваксу, липкую применять, то даббинг будет слипаться и это будет очень нехорошо. Поэтому я стараюсь без даббинга здесь в данных условиях делать. Дальше обычно беру там или фиолетовую, или розовую точку атаки делаю, но если есть необходимость в этом. Можно не делать вообще. Буквально немножко, чуть-чуть лишнее лучше снять. Дальше для торакса лучше взять или беличий, или зайчий даббинг, hair-air, так называемый там даббинг с ухо зайца. Там такие, там достаточно длинный ворс и есть некая имитация ножек. Делаем полуузел небольшой и дальше уже формируем нашу спинку. Старайтесь первый оборот, ну самое сложное это сделать первый оборот, чтобы не съезжал. Держим натяжение леска все время и с самого начала делаем сегменты сначала достаточно маленькие и переходим на увеличение. Сегменты сегментов у ручейника около восьми. Ну так, визуально восемь. Конечно рыба не считает их, но визуально если сравнить допустим 4 и 8, это видно. И соответственно как бы более реалистично будет выглядеть нимфа с восьмию сегментами, 7-8, нежели будет сегментов там, пускай даже 9 будет. Нежели будет 4 сегмента или 3. Дальше доводим уже до головки. Крепим. Мушка достаточно простая, но научившись ее достаточно хорошо делать и все остальные мухи будут уже, где есть сегментация, где есть конусность небольшая, вы уже будете делать достаточно просто. Формируем головку, делаем узелок, покрываем лаком, в принципе ничего сложного, готовая муха, достаточно уловистая муха. Теперь немножко клея лака и в принципе можно идти рыбачить. Все, мушка готова. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан еще, пишите комментарии, обязательно отвечу. Все, всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok